После окончания Первой мировой войны в ноябре 1918 года и освобождения территории Беларуси перед советским правительством встал вопрос о создании белорусского советского государства. Как проходил этот процесс, вы познакомитесь при изучении темы «Оформление белорусской национальной государственности на советской основе». При изучении данной темы вы узнаете о создании Социалистической Советской Республики Беларуси, ССРБ, о первом Всебелорусском съезде Советов и его решении. Узнаете, как создавалась Социалистическая Советская Республика Литвы и Беларуси. Поставьте видео на паузу и подготовьтесь к заполнению таблицы «Оформление белорусской национальной государственности». Созыв декабря 1917 года Всебелорусского съезда, а затем провозглашение БНР и ее независимости стали одними из тех факторов, которые обусловили принятие большевистским руководством решения о создании белорусского государства на советской основе. Государство – это политическая форма организации общества, с помощью которой регулируется совместная деятельность и взаимоотношение людей, территориальный союз, объединение, сообщество, граждан, образованный с целью защиты их прав на жизнь, свободу и имущество. В процессе создания белорусского советского государства важную роль сыграла позиция по национальному вопросу Владимира Ильича Ленина. Он, как глава советского правительства, считал, что любая нация имеет право на ту форму государственности, которую считает для себя приемлемой. Таким образом, за белорусским народом признавалось право на национальное самоопределение и самостоятельное государственное существование. 24 декабря 1918 года Центральный комитет Российской коммунистической партии большевиков ЦК РКПБ под влиянием Ленина принял решение о необходимости создания белорусского советского государства. В протоколе совещания отмечалось, что в связи с современными международными отношениями и с целью укрепления и расширения завоевания социалистической революции в мировом масштабе в данный момент полностью созрела необходимость объявления Белоруссии как самостоятельной во всех отношениях нации, независимой социалистической Советской Республики. Руководство РКПБ было убеждено, что человечество находится в преддверии мировой пролетарской революции, поэтому решение о создании белорусского советского государства принималось центральным партийным руководством, исходя прежде всего из политических соображений. Поставьте видео на паузу. Определите, в чем заключалось противоречие принятого на совещании протокола. На совещании присутствовали представители Белорусского национального комиссариата Белнацкома. Он был создан в начале 1918 года в Петрограде как отдел народного комиссариата по делам национальности Российской Советской Федеративной Социалистической Республики РСФСР. Руководство Белнацкома во главе его до мая 1918 года находился Червяков. Предложила в качестве первоначальной формы советской государственности Белоруссии ее областную автономию в составе РСФСР. Одной из задач Белнацкома стала подготовка к созыву Второго Всебелорусского съезда. Дело в том, что разгон в декабре 1917 года Всебелорусского съезда не нашел поддержки со стороны Сталина как главы комиссариата по делам национальности. Он предложил представителям Белнацкома составить список будущего советского правительства Белоруссии. Поставьте видео на паузу и определите причину конфликта между представителями Белнацкома и областком Запада. На совещание были приглашены также белорусы-коммунисты, которые в 1918-1919 годах объединялись в белорусские секции РКПБ, организованные из беженцев белорусов в различных городах России. Центральное бюро белорусских секций РКПБ, в его руководство входил Желунович, присутствующий на совещании, поддержал оппозицию Белнацкома по вопросу белорусской советской государственности. 30 декабря 1918 года в Смоленске, который в связи с германской оккупацией стал центром Западной области, была созвана 6-я северо-западная областная конференция РКПБ. Накануне созыва конференции Сталин отправил письмо Мясникову, председателю Северо-западного областного комитета РКПБ. Поставьте видео на паузу и определите, о чем предупреждал Сталин Мясникова. Предположите, какое решение должен был принять областком Западной конференции и почему. Конференция приняла решение о переименовании ее в первый съезд Коммунистической партии большевиков в Беларуси, КПББ, было сформировано Временное рабоче-крестьянское советское правительство Беларуси во главе с Желуновичем. А вечером 1 января 1919 года новое правительство обнародовало манифест, которым провозглашалось образование Социалистической Советской Республики Беларуси СССРБ. Такое ее название стало общепринятым в современной белорусской исторической науке. КПББ приняло резолюцию о провозглашении самостоятельной Советской Социалистической Республики Беларуси в границах Витебской, Грундинской, Минской, Могилевской и Смоленской губернии. 1 января 1919 года было сформировано Временное рабоче-крестьянское советское правительство Беларуси во главе с Желуновичем и по радио обнародованный манифест. В манифесте Беларусь провозглашалась свободной, независимой Социалистической Республикой. Закреплялись основные положения политического и общественного строя Беларуси. Сменялись все приказы и распоряжения оккупационных властей. Рада БНР объявлялась незаконно. Поставьте видео на паузу. Поработайте с данной выдержкой из манифеста, используя прием ключевого слова. Обратитесь к соответствующей методической рекомендации на страничке 178 учебного пособия. Первым председателем правительства ССРБ стал автор манифеста Дмитрий Федорович Желунович. В своей биографии он написал «Меня захватила целиком идея возрождения Беларуси». В деле реального создания белорусского советского государства он проявил такие человеческие качества, как самостоятельность, инициативность, настойчивость, решительность и исключительная работоспособность. В одном из своих писем он подчеркивал «Нужно дорожить каждой вещью республики и трудиться на нее до самозабвения». Ему было суждено неоднократно становиться первым. Его фамилия стоит первой среди тех, кто подписался под манифестом временного рабоче-крестьянского советского правительства Беларуси. Поставьте видео на паузу и определите, каким образом Желунович в своей деятельности реализовал идею, целиком захватившую его. В состав СССРБ вошли территории Минской, Гродненской, Витебской, Могилевской, туда входил и Гомель, а также части Смоленской, Виленской, Ковинской и Черниговской губернии. В связи с созданием СССРБ обл. из Кумзап 3 января 1919 года принял постановление о самороспуске и передаче властных полномочий правительству СССРБ. Вся власть Беларуси закреплялась только за советами рабочих, крестьянских, батратских и красноармейских депутатов. Отсюда и определение характера белорусской государственности как советской. А 5 января 1919 года правительство СССРБ из Смоленска переехало в Минск, ставшей столицей республики. Поставьте видео на паузу, познакомьте с записями Антона Ивановича Луцкевича и Аркадия Антоновича Смолича и ответьте на вопрос, почему известие о создании СССРБ вызвало такие настроения среди сторонников БНР. В середине января 1919 года большевистское руководство в Москве приняло решение о включении Витебской, Могилевской и Смоленской губерний в состав РСФСР. Такое решение было продиктовано в первую очередь причинами экономического характера. Для советской власти было важно использование хозяйственных связей западных губерний с центром Москвы. Кроме того, в руководстве РКПБ предполагалось, что связи с опасностью со стороны Польши присоединенные губернии смогут стать основой для восстановления белорусской государственности. Поставьте видео на паузу. Почему предложения большей части члена временного рабоче-крестьянского советского правительства Беларуси во главе с Желуновичем, считавших разделы республики нецелесообразным и недопустимым, оказались безрезультатными? В Минске 2-3 февраля 1919 года состоялся первый Всебелорусский съезд советов. На съезде председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета Свердлов огласил предложение о признании независимости социалистической Советской Республики Беларуси. Съезд определил территорию ССРБ в составе Минской и Гродницкой губерний. На съезде была принята первая Конституция ССРБ. Согласно ей, высшая власть республики принадлежала съезду Советов, а в период между съездами – Центральному исполнительному комитету. Поставьте видео на паузу и выполните задание под текстом документа. Делегаты съезда утвердили герб и флаг ССРБ. Поставьте видео на паузу. Объясните, почему на гербе ССРБ помещены изображения серпа и молота. Определите, о чем свидетельствует размещенный на гербе лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». На Первом Всебелорусском съезде Советов 3 февраля 1919 года была принята декларация об объединении Социалистической Советских Республик Литвы и Беларуси, сокращенно ЛИТБЕЛ. Подобное решение в феврале 1919 года принял Первый съезд Советов Литвы. Создание ЛИТБЕЛ было официально оформлено 27 февраля 1919 года в Вильно. Это государственное образование включало территорию Виленской, Минской, Гродненской и части Ковенской губерний с населением около 4 миллионов человек. Его административным центром стал Вильно. Созданное в феврале 1919 года ЛИТБЕЛ фактически просуществовал до июня 1919 года. Идея создания ЛИТБЕЛ не была принята Жилуновичем. Ее территория служила пограничной зоной между Польшей и Советской Россией. Современные историки считают ЛИТБЕЛ примером так называемого буферного государства. Поставьте видео на паузу. Докажите, используя картосхему, что ЛИТБЕЛ имела так называемый буферный характер. Поставьте видео на паузу и выполните задание. Заполните недостающие элементы таблицы этапа становления белорусской государственности в 1919-1920 годах территориальные изменения. Выполните задание, используя картосхему. Определите губернии, включенные в состав РСФСР. На основании каких губерний было создано ССРБ и определите губерний, которые были включены в состав ЛИТБЕЛ. Надеюсь, вы успешно выполнили задание и сможете сделать вывод по теме. Таким образом, ССРБ стала примером создания белорусского национального государства. Однако спустя всего две недели после образования ССРБ, лишила значительной части своей территории, переданной состав РСФСР. А затем через месяц стала частью Объединенного государства ЛИТБЕЛ. ССРБ и ЛИТБЕЛ являются этапами в процессе оформления белорусской национальной государственности на советской основе. Поставьте видео на паузу. Домашнее задание будет следующим. Продолжить заполнение в рабочей тетрадке таблицу оформления белорусской национальной государственности.